Продолжаем нашу эпопею по русским костям, по истории русских костей. Итак, глава 15, которая называется Shout, обещан, с восклицательным знаком, Long Live Rock'n'Roll. Итак, казалось бы, жизнь так и пройдет, в суете, в страхе, в нелюбви, ибо вранье за последней партой. Да вдруг, Алтын! Попал я нежданно-негаданно на пир. Наелся я, а уж напился, да гулять пошел, да разгулялся так, что голову потерял, влюбился. Забыл я про все на свете. Была не была, гуляй, мальчик, жизнь один раз дается, на том свете угольками рассчитаемся. Попал я на сказочную планету, где все легко и просто, где все нереально, ничто не мешает, а только поддерживает и поднимает. И называется эта планета Rock'n'Roll. И начал я жить с закрытыми глазами и видеть. Мгновение, судьба, вечность, земля, космос, Африка, Америка, Англия, крики Литтл Ричарда, дыхание Элвиса, рок вокруг часов, Грейсленд, Пепперленд, Плиз, Мистер Посман, Битлз, Стоунс, Флейта Андерсона, Гитара Джимми, Гармошка Стиви, Бутсток, Желтая Кирпичная Дорога, Аббатская Дорога, Дитя Во Времени, Храм, Регги, Паранойя, Дары Колокола, Фотография Матери, Жажда Любви, Душераздирающие Вопли, Вэл, 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 Боль. Один человек, Который спел. Бог – это понятие, которое является мерилом нашей боли. Я просто верю в себя. Человек я, человек, род мой человеческий, имя мое, человек. Это звучит как чело энд век. Когда чело врубается в век, это и есть человек. Они вместе – господин, человек, божье творение, а врозь – сами по себе. Ерунда. Сык азебрик. Пища для черта. It calls me on and on across the universe. Я просто человек, жертва безумия. I'll say it again. I just believe in me. God is a concept Why we should we measure our pain. Rock'n'roll – это peace, love, music and free. Rock'n'roll – это то, где находится все, во что я верю. Это прямая и для меня единственная альтернатива всей той и этой гнуси. Это единственная идеология, которая называется Love me tender, love me do. Ибо полна любви. Она требует – раскройся, не комплексуйся. Она не воюет, не убивает и не ворует. Это поющая идеология. Эта идеология разрешает все. Делай все, что хочешь. Суть обязательная – будь счастливым. И не ломай кайф ближнему. Эта музыка делает человека счастливым. А разве будет человек ломать кому-то кайф, если он счастлив? Конечно, нет. Это ли не рай? It's love that has no past. У этой любви нет прошлого. Alice, Worldwide, Love White. Коус свободы. Из, есть. Кинг, Элвис, тире, дедушка рок-н-ролла. I believe in the man in the sky. Play loud. Душа, планета, дух свободы. Вот что такое рок-н-ролл. Моря кайфа, цветы любви, гитарные леса, божественные звуки, стаи нот, зов предков, камни ролла, сумасшествие радости, ветры души, ураганы мира, крики пробуждения, воздух музыки. Вот что такое рок-н-ролл. Блюзовые дожди, энергия вселенной, рок-острова, психоделические заросли, шизня одиночества, облака поэзии, игра ума, песни боли, волшебные корабли, голоса любви, крылья аккордов, паранойя самоутверждения, золотые сны. Вот что такое рок-н-ролл. Клина в тайм. Земля лежит на трех китах. Первый кит — это Элвис, второй — Битлз, и третий — Дилан, который Боб, который Циммерман. The Roots of Rock. По нашему ржевскому поверью, когда мы от души оттягивались под музыку, получилось так, что в Greatest Show on the Earth было три. Три главных акта. Первый — это Элвис. Он стал первым в 50-е годы и прославил рок-н-ролл на весь мир. Второе — вслед за Элвисом на сцену взлетели Битлз. Они превзошли своего отца, то бишь короля, и стали первыми в 60-е. А потом и forever. Они дали лучшую музыку. Третье. Третьим актом тотального шоу стал Боб Дилан в Исоцкой Америке. Он не спеша вышел на сцену за битлами и преподал свои песни, которые стали уроками поэзии. Он дал лучшую поэзию. Праздник продолжается! Рухнем же в клевость, братцы! Доиграй игру существования до конца начала, до конца начала, до конца начала. Рок-н-ролл — это скорость, первая. Потом психотерапия, вторая. А третья — тире безумие. На наших глазах рушились империи и их стены. А рок-н-ролл оставался и остался и продолжает веселить душу. Запавшие вглубь жизни звуки музыки и голоса певцов стали магической силой, магнитом, маяком. Старые пластинки и новые сидишки, если их понюхать, внимательно смотреться в номера фирмы и авторов песен в скобках, делают этот мир и наша жизнь оправданной. В 60-е и 70-е годы мы слушали радио Люксембург, читали газеты Melody Maker, New Musical Express и изучали топы. Топы 10, 20, 50 создали и картину музыки и давали, конечно, информацию для головы. Далеко, в самом начале пути остались Sixtin Tones и Rock Around the Clock. Мы уже строим храм рок-н-ролла, и мне захотелось написать мой собственный топ-20 лучшие пластинки полувековой истории рок-н-ролла. My Top 20 это 20 Greatest Albums of All Times. И первое место в этом списке занимает Джон Леннон Plastic Honor Band, который мы в своем кругу называем Мама. Второй диск в списке 20 лучших дисков нашего времени это Imagine Джона Леннона. Третий диск Revolver The Beatles. Четвертый диск Sergeant Pepper The Beatles. Пятый диск With The Beatles The Beatles. Тоже The Beatles. Шестой Abbey Row The Beatles. Седьмой Gospel это диск Элвиса Пресли. Восьмой Band on the Run Пола Маккартни. Девятый All Things Must Pass Джорджа Харрисона. Десятый диск Ринга Ринга Старрс. Одиннадцатый диск In My Life Джорджа Мартина. Двенадцатый диск Blood on Blonde Боба Дилана. Тринадцатый диск A Man and His Soul Рэй Чарльза. Четырнадцатый диск Orbison in Dreams Рой Оркессон. Пятнадцатый диск Woodstock. Разные артисты. Шестнадцатый диск Mosh Kids Джимми Хендрикс. Семнадцатый диск Dizraely Jirs Крим. Восьмнадцатый диск Jesus Christ Superstar. Разные артисты. Девятнадцатый диск Out of Our Heads The Rolling Stones. И последний диск в нашем списке Двадцати Little Richard Superfits. Очень хороши вопросы типа «А какую бы песню вы взяли с собой на необитаемый остров?» Или «Какие ваши любимые песни, на которые вы можете положиться?» У меня есть аксиома. Жить и помирать надо под музыку. Без настоящей музыки нет ни жизни, ни смерти. Вот мой топ-20 из музык, которые я проверил и поверил, что помирать не надо. Двадцать greatest hits of all times. Номер один в списке двадцати лучших песен-хитов нашего времени. На первом месте All You Need Is Love The Beatles. На втором месте Please Mr. Postman The Beatles. На третьем месте Imagine Джон Леннон. На четвертом месте God Джон Леннон. На пятом месте Love Джон Леннон. На шестом Give Peace A Chance Джон Леннон. На седьмом месте My Sweet Lot Джордж Харрисон. На восьмом месте Mal of Kintyre Пол Маккартни. На девятом American Trilogy Элвис Пресли. На десятом Baby Let's Play House Элвис Пресли. На одиннадцатом Tonight I'll Be Staying Here With You Боб Дилан. На двенадцатом месте Side-Eyed Lady Of The Lowlands Боб Дилан. На тринадцатом месте Unchain My Heart Рэй Чарзе. На четырнадцатом месте We Are The World USA For Africa. На пятнадцатом месте All Along The Watchtower Джимми Хендрикс. На семнадцатом месте Mellow Yellow Донован. Восемнадцатое место A Whiter Shade Of Pale Прокл Харрум. На девятнадцатом месте Let's Twist Again Чаби Чекер. И на последнем месте наш любимый Литл Ищер Тутти Фрути Ва-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам-боу! Вот таковы лучшие песни нашего времени. И вот мы сейчас посмотрим список самых крутых 20 самых крутых артистов, музыкантов нашего времени по журналу Q это англо-американский рок-журнал довольно интересный довольно приятный его и в руки взять, кайфово а тут он выдал рейтинг 20 века итак рейтинг музыкальных звезд 20 века, журнал Q первое место Джон Леннон второе место Пол Маккартни третье место Курт Кобейн четвертое место Эллис Пресли шестое Дэвид Боуи седьмое Мадонна восьмое Нойл Галахер девятое Лайм Галахер десятое Майкл Стайб одиннадцатое место Кит Ричард двенадцатое место Боб Марли тринадцатое место Фредди Меккьюри четырнадцатое место Фрэн Синатра пятнадцатое место Джимми Хендрикс шестнадцатое Том Йорк семнадцатое Арита Франклин восемнадцатое Боно девятнадцатое Джеймс Браун и двадцатое Брайн Уилсон Со звуком мус переплетаясь прося пощады у тебя я в завремение убегаю и спотыкаюсь о себя ты как всегда меня находишь и гложишь душу как черви пик ты лев я дева ты мой укор я жертва ты Джон я Коля ты мое безумство я твой почему в России нет рок-н-ролла пауза тишина каменизм и любая его версия в любом месте и времени несет горе одним всем страх и кровь третьим комменизм делает жизнь проблемной неустойчивой серой нищей при комме лучшее в человеке не замечается убивается прячется не используется во благо ибо корлизм коварен фальшив отупляющий не имеет ничего общего со свободой самовыражения ибо коммунизм это насилие а как говорит Джон насилием ничего не изменишь все будет только еще хуже и безобразнее так и случилось в России иногда когда я представляю себе во что бы превратился бы белый свет если бы мировая революция победила я содрогаюсь в народной республике Америки юный Элвис и понятие бы не имело запрещенном рок-н-ролле и укорачивал бы свою жизнь в вечернем карцере изучая королизм балладизм сидя в лагере социалистическая Англия никогда бы не выдала миру Битлз потому что в закрытом кавер-клабе или никогда не открытом Джон и Поль были бы вынуждены просиживать на комсомольских собраниях и исполнять такие же задания по сбору макулатуры при социализме рок-н-ролла быть не может ибо только свободные люди могут делать рок-н-ролл Бикос современное государство которое назвалось советским стоит на костях моей родины прекрасной святой Руси на ее костях инспирированная молодежь умудрилась построить конструктуальное здание русского рок-н-ролла с кажущейся свободой кровью и мутной водой полита земля под этим зданием водой где настоящий андеграунд на земля живет и дает сходы удивительно сходы эти жалкие и чахлые как трава на забытой могиле но они есть они всю жизнь прятались под землей где лежат кости уже навсегда свободных русских и где нет контроля власти они казалось на всю жизнь были спрятаны за железным забором погребены под асфальтом и были обречены но ударил гром небесный забор проржевел задул ветер свобода через дыру в Европу похожую на слуховое окно воспряли чалы чахлые всходы появились цветочки а потом и ягодки с виду сердитые молодые люди в джинсовых курточках раздолбали асфальт и дали всходом шанс встать в Одессе Росе гром небесный заокеанский ветер и русская земля родили наконец-то плод на костях русский рок-н-ролл который приник к дыре в железном заборе и начал дышать и расширять дыру и смотреть на мир за забором и понял он что надо петь надо обязательно петь несмотря ни на что еще одну вещь понял он куминизм это величайшая ложь двадцатого века а рок-н-ролл это величайшая правда как сказал дедушка Лёва Толстой мы не рабы ибо рабы не мы а у нас есть рок-н-ролл Майкла но там итак переходим по инерции к следующей не менее веселой главе не менее я я а